День открытых дверей в управляющей компании ЖКХ Мы планируем проводить его, может быть, не ежемесячно, но один-два раза в квартал обязательно Случай, когда магия не имеет силы Сморо скоро на Марсе будем жить, а у нас проблемы с водой В Ленинском городском округе продолжается сезон ремонта дорог Он также включает в себя и ямочный ремонт проезжих частей, который в основном выполняется на придомовых территориях Наша съемочная группа узнала, по какой технологии заделывают повреждения И сколько километров асфальта предстоит положить дорожным службам Подробности в репортаже Юлия Погасьян Процесс шумный, но полезный Поэтому возмущений со стороны местных жителей нет Напротив, они рады, что очередь производить ямочный ремонт дошла и до их двора Теперь передвигаться на машине вдоль домов номер 87 и 89 по улице Школьной будет комфортно Ямочный ремонт нужен всегда, в принципе Ну, здесь, по крайней мере, надо сделать Ну, посмотрите, какая красивая И здесь тоже нужно приводить в порядок Только за одну неделю дорожные службы в порядок приводят более 500 квадратных метров проезжих частей по всей территории Ленинского городского округа Какие дороги нуждаются в ямочном ремонте, сотрудники дорсервиса узнают от жителей Которые оставляют свои заявки на портале Добродел А также в результате самостоятельного выявления разрушения асфальта У нас есть не только ямы, которым очень много, но также дефекты и разрушения Такие же трещины, как вы сегодня видели Также будут в дальнейшем превращаться в ямы Кромко ломается, машины ездят большегрузные Трещины, большие сетки, деформации, разрушения Подмывы грунта также будут являться Дорожное покрытие считается поврежденным, если размер трещин составляет более 2 сантиметров Аварийные ямы – более 7 сантиметров Рабочие вырезают необходимый отрезок асфальта и очищают территорию Далее к процессу подключается другая бригада, которая непосредственно кладет новый асфальт На большинстве участков, где производится ямочный ремонт, повреждения асфальтового покрытия незначительные Но бывают и такие очень глубокие ямы, как, например, у 89-го дома по улице Школьная Здесь дорожное полотно подмыло грунтовыми водами В открытом состоянии вырезанный участок может находиться не более 5 дней Стандарты, по которым, да, могут быть открыты Почему? Потому что у нас есть погодные условия В связи с погодными условиями мы можем подготовить карты А три дня будет потом лить дождь Но делаем срок, да, вот, допустим, если сегодня мы нарубили Будем стараться, подготовили карты сегодня Будем стараться закрывать уже сегодня же Основную работу по ямочному ремонту дорожные службы стараются произвести до 30 октября Но, к сожалению, процесс появления выбоин круглогодичный Здесь и интенсивность движения, и большегрузный транспорт, и погодные условия Поэтому заделывать новообразовавшиеся ямы приходится постоянно Юлия Погосян, Александр Логинов, ВИДНТВ Постепенно городские службы возвращаются к привычной работе после пандемии коронавируса Состоялся второй после выхода из карантина день открытых дверей управляющей компанией ЖКХ В минувшие выходные состоялся день открытых дверей в управляющей компании ЖКХ На настоящий момент организация обслуживает более 550 домов округа Во время мероприятия жители могли озвучить коммунальщикам свои проблемы Мы планируем проводить его, может быть, не ежемесячно, но один-два раза в квартал обязательно Мы приглашаем сюда всех наших жителей неравнодушных Для чего это мероприятие необходимо? Для того, чтобы мы получили наказы от жителей Какие-то острые вопросы решили и подсветили все проблемы, которые существуют Традиционно больше всего вопросов у населения возникает по ежемесячным начислениям в платежных документах Именно с этой целью на дне открытых дверей присутствовали представители Мособл ЕРЦ Которые разъясняли посетителям детали расчета и рассказывали об удобстве использования мобильных приложений Жители активно начинают использовать личный кабинет Мы это видим по регистрации в личных кабинетах Видим, что жители начинают использовать контактный центр, который доступен с 8 до 22 ежедневно Есть, конечно, подвижки, когда разъяснение ведем жителям, объясняем Жители действительно начинают пользоваться Подобные мероприятия позволяют наладить контакт между жителями многоквартирных домов и управляющей компанией Например, просьбы владельцев квартир дома 2, корпус 2 по проспекту Ленинского комсомола были услышаны Нам нужно было сделать в доме капитальный ремонт и плитку положить, желательно, плитку в подъезде, в холлах Окна поменять около мусоропровода, потом входную часть в подъезде, видеонаблюдение сделать И мы вопросы здесь решили Всегда в мероприятиях, связанных с ЖКХ, принимает участие Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Также совместно с администрацией округа она проводит форумы «Управдом», направленные на повышение грамотности населения в вопросах обслуживания домов Первый форум в этом году запланирован на 24 сентября Мы хотели бы, конечно, чтобы было общение глаза в глаза Мы, конечно, уже соскучились, тем более учитывая, что в прошлом году у нас было 7 форумов, а в этом пока ни одного Это, конечно, тяжело, и люди соскучились по общению Ну, я надеюсь, что в сентябре у нас все будет По итогам встречи все наказы жителей взяты в работу Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ Представители общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» Артем Грудинин и Александр Баюклин, который также является депутатом Совета депутатов муниципалитета По поручению жителей поселка совхоза имени Ленина посетили Видновскую районную клиническую больницу Здесь они встретились с главным врачом ВРКБ Бутаем Бутаевым О чем был разговор, узнала наша съемочная группа В отличие от других лечебных организаций, которые входят в состав Видновской районной клинической больницы Амбулатория в поселке совхоза имени Ленина подчиняется напрямую Министерству здравоохранения Московской области Это накладывает определенные ограничения на работу поликлиники У них есть специалисты, нет узких, они не могут их содержать Не могут их содержать, потому что у нас одноканальное финансирование, которое не обеспечивает зарплатами всех специалистов Его недостаточно по количеству прикрепленного населения в совхозе, его недостаточно этих денег, чтобы содержать всех специалистов Депутат Александр Баюклин и общественник Артем Грудинин пришли на встречу главному врачу ВРКБ, чтобы узнать, есть ли выход из положения Бутай Бутаев рассказал, что встречался с главврачом амбулатории совхоза Ириной Тураевой и совместная работа уже началась Пришел к ней пациент какой-то, и она понимает, что нужно отправить пуск на специалисту Мы ей дали доступ в нашу программу, и она сама автоматически записывает на свободное время, дату, на свободную ячейку к этому специалисту По словам Бутая Бутаева, сейчас жители поселка совхоза имени Ленина имеют возможность посещать и амбулаторию развилки А начиная с августа поликлинику в совхозе начали посещать врачи узких специальностей Взаимодействие уже налажено, что уже узкопрофильные специалисты детские приезжают Для взрослых все тоже налажено, люди могут записаться в любой момент Мы благодарим администрацию Видовской районной больницы за прием, за то, что все разъяснили, за оказанное содействие И надеемся, что в перспективе мы наводим плотное сотрудничество между нашим поселением и больницей на благо жителей Тем не менее, участники встречи отметили, что пока нет полной информации о том, какого оборудования нет в амбулатории А также, какие узкие специалисты наиболее востребованы А потому уже в ближайшее время Александр Баюклин и Артем Грудинин намерены встретиться с главным врачом поликлиники совхоза Это ближайшие планы, я думаю, на следующей неделе мы прямо с этого и начнем И здесь нет понимания, что там с оборудованием, что там со специалистами И у нас этого понимания нет, но с ней же есть договоренности, мы встретимся на следующей неделе обязательно Кроме того, в настоящий момент собираются мнения и пожелания жителей поселка совхоза имени Ленина Чтобы сделать работу местной амбулатории максимально эффективной Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ Иногда даже маги бывают бессильны В этом убедился всеми любимый фокусник Ленинского городского округа Известный под именем Клоун Алекс Подробности в сюжете Татьяны Брыловой, которая отправилась к нему в гости Наш знаменитый клоун и фокусник Алекс сразу с порога показал нам один из своих любимых фокусов Мне вашу ручку, давайте с вами сделаем вместе Жаль, что с помощью магии невозможно решить проблему, которая уже пять лет А именно столько прошло с момента сдачи дома волнует не только Алекса и его семью Но и всех, кто живет под ним А это 25 квартир дома номер 14 микрорайона Бутово-парк В любой момент вода может прекратиться Вот ты стираешь, поставишь стиральную машинку, бах, вода прекратилась Машинка, думаю, сейчас взлетит Понимаете, это может и днем, и ночью В этом году, я не знаю, с чем это, с плановым отключением Вода вообще стала пропадать, вообще Ты не знаешь, когда она Когда она появится, когда пропадет Вы знаете, вот скоро на Марсе будем жить, а у нас проблема с водой Пока вода есть, жители стараются запастись Наливают в кастрюле ведра, поэтому без чая Алекс нас гостей не оставил Самого его не оставляла надежда, что вода вот-вот появится Ведь слесари управляющей компании уже несколько дней пытались решить эту проблему Мы когда стали встеляться в этот дом, нам жильцы рассказали В общем, строители не заплатили В общем, компания, которая была в строительстве, не заплатила строителям И они, значит, решили отомстить И они, значит, салфановые пакеты в трубы А мы-то при чем здесь? Много лет жители обращались в управляющую компанию Но ВОЗ, как говорится, был и ныне там Лишь недавно, после смены руководящего состава На проблему обратили внимание А чудо произошло прямо на наших глазах Сережа, Сережа, снимай, вот видишь вода Ребята, спасибо Спасибо старшим по подъезду, по дому Ребята, сантехники, вы сила, понимаете? А если она сейчас пропадет? Я думаю, нет Но у нас все-таки профессионалы работают Вот так быстро, оказывается Можно решить проблему, если есть желание Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ На сегодня новостей больше нет Желаю вам всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова